Приветствую вас отважные пилоты! Вы на канале 4vision.ru, а мы продолжаем тему регистрации, а точнее постановки на учет ваших дронов. Напомню, что 27 сентября текущего 2019 года вступил в силу закон об обязательной постановке на учет БВС весом более 250 граммов. В прошлый раз мы рассмотрели особенности стандартной процедуры, ссылку на это видео я оставлю в описании. Процесс на самом деле несложный. По пунктам. Скачиваем форму заявления на сайте Росавиации. Заполняем данную форму. Фотографируем ваш дрон так, чтобы были видны все, ну или почти все элементы конструкции. Отправляем все перечисленное почтой России по адресу. Город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 2. Ждем примерно 10 рабочих дней и получаем ответ. В большинстве случаев ваш дрон без проблем поставит на учет и ему будет присвоен регистрационный номер. В случае отказа вам предоставит письменное обоснование с указанием причин, после чего можно будет повторить попытку. После выхода первого видео было много вопросов и на некоторые до сих пор нет точного ответа, так как закон еще не доведен до совершенства и не учитывает различные тонкости. Несмотря на это, закон есть закон и обязателен к исполнению, особенно если речь идет о коммерческом или промышленном использовании дронов. Поэтому мы сами прошли процесс постановки на учет и сегодня расскажем вам некоторые тонкости, а именно как сделать фото, чтобы его точно приняли, а также рассмотрим альтернативный вариант подачи заявления, который может ускорить процесс, но подходит в основном для жителей Москвы и Московской области. Итак, заполняем и печатаем документы. Рекомендуем сделать пару экземпляров на всякий случай. Печатаем фото. Перед вами фотография, которую у нас приняли без вопросов. Физический размер снимка при печати А6, то есть обычное фото 10 на 15 сантиметров. Складываем все в один файл и выдвигаемся в офис Росавиации, который находится в Москве между станцией метро Динамо и аэропорт. Ведь что-то подсказывает, что самостоятельная доставка документов будет быстрее почтового отправления. Что ж, едем по зеленой ветке до станции Динамо и выходим на Ленинградский проспект, к центральному стадиону Динамо. Далее поворачиваем налево и спускаемся в переход. Из перехода поднимаемся направо и около пяти минут идем прямо вдоль проспекта. Подходим к зданию под номером 37 на Ленинградском проспекте и видим красивую табличку с надписью Росавиация. Это центральный вход. Вот и все. Но нам не сюда. Идем дальше и обходим здание с правой стороны. На углу второго корпуса за тернистыми кустами нас ждет небольшая дверь. Вот теперь мы пришли. Подходим к окну, звоним и сдаем документы. С момента подачи заявления прошло 15 суток и мы получили ответ. Все хорошо, наш коптер поставлен на учет, о чем свидетельствует следующий документ. Как видите, коптеру присвоен учетный номер. Указана дата постановки на учет, наименование модели, серийный номер, максимальная взлетная масса и ФИО владельца. Документ заверен подписью руководства. Некоторые данные мы скрыли, чтобы на всякий случай. Ну вы понимаете. Отлично, можно летать? Не можно. Следующим этапом будет получение разрешения на полеты, о чем мы расскажем вам, как получим первые результаты. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, а также подписывайтесь на наш канал и наши социальные сети. Все ссылки вы найдете в описании. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!